Друзья, всем привет! И вновь я спешу к вам с актуальным докладом о ситуации на рынке по продаже новых автомобилей. Внимание! Из ролика в ролик я стараюсь не повторяться вообще, доносить для вас только новую информацию. И все те, кто серия за серией следят за этими сюжетами, могут увидеть ту самую сюжетную линию, как меняется рынок новых автомобилей в России. И специально для этого выпуска я подготовил для себя тезисы, они же тайм-коды, которые вы можете увидеть в описании, понять, о чем сегодня пойдет речь более детально, но вы должны понимать, что у меня нет задачи нагнать на вас жути, что все стало очень плохо, или же наоборот сказать, что все хорошо, все хорошо, завтра будет лучше, чем сегодня. Моя задача донести до вас реальную картину, а вот вы уже думаете, анализируете и принимаете решение, как вам поступать, если вдруг вы хотите купить новый автомобиль, автомобиль с пробегом, или вам вообще просто интересно, что будет дальше. У этого выпуска будет изумительный спонсор, который может заинтересовать всех тех, у кого есть личный автомобиль. О нем расскажу чуть позже. Без промедления мы начинаем прямо сейчас. Сегодня у нас чай на травах. Поехали. Ну а начнем мы с вами по традиции с конца. В предыдущем выпуске на эту тему одним из ключевых посылов был, что как-то всем стало пофигу, как будто бы паника упала и что-то там кое-как пытается выравниваться. Но нет. Объясню. Апрель был самый такой стрессовый месяц, потому что было непонятно, что происходит. Многих менеджеров начали сокращать, увольнять, принуждать к увольнению в разных интерпретациях, если хотите. Май. Уже многие менеджеры, кто понимал, что все начинается жопа, начали сами уходить в другие направления, кто куда. Чтобы вы понимали, менеджер по продажам, если он не имеет ипотеки, кредита на автомобиль, далеко не бедный человек. По продажам наверняка многим из вас было интересно. Общался я с ребятами из Лады. Город Москва, Московская область, салоны есть. Говорит, в среднем, если ты продаешь 250 тысяч в хорошие времена, то есть до марта, пожалуйста, ты будешь получать. В автобизнесе, если ты зарабатываешь менеджером по продажам меньше 100 тысяч, то ты считаешься лошара. Значит, ты продавать не умеешь. А кому нужен менеджер, который не умеет продавать? Такие долго не задерживаются. Как правило, доход это 150-250, я вам такую вилку назову, это те, кто действительно трудится зарабатывать. Те, кто хорошо продают, кто работает в премиалке, где больше доход можно получить с автомобиля, там можно зарабатывать 300-500 тысяч рублей. Все, что свыше 500 тысяч рублей, это уже, ну давайте назовем их так, топ-менеджеры с хорошей клиентской базой, которые действительно созданы для того, чтобы продавать автомобили. И у многих, с кем общаешься, кто хорошо работал и зарабатывал, откладывал деньги, как правило, денег на ближайшие полгода, год, чтобы не работать и нормально существовать, в запасе есть. Это тоже важно учитывать. Но все же хотят трудиться, зарабатывать. То есть часть людей, которые переживала, она разбежалась. Сейчас, на момент июня, когда я начал общаться с разными ребятами, с теми, с кем давно работаю, для того, чтобы начать снимать серию роликов, да, как вот мы снимали на прошлой неделе, приехать в салон и показать по-живому, что происходит, сколько осталось автомобилей послушать у конкретного бренда, что по вторичке, что по клиентам. В общем, сделать детальный ролик. Кому не напишешь, а я уволился. Другие же сами ушли в отпуск по собственному желанию. Кто-то на месяц, кто-то на три месяца, кто-то временно написал заявление серии. Я уйду, но если вдруг я буду нужен, пишите, если вдруг что-то изменится. Короче, ситуация становится такая, что тишина, ребята. И идет полная оптимизация с точки зрения чего? Вот ранее я вам рассказывал, что в перспективе салоны начнут закрываться. И сейчас эта перспектива наступила. Все те, у кого было, например, три точки, реально все, одну закрыли, вторую оставляют чисто для вторички. Все автомобили новые перегоняют на одну точку. И то есть получается, если раньше три салона продавали новую машину, теперь один, второй закрывают, третий пока держат для того, чтобы получить дилерство от какого-то другого китайского бренда. О них мы сегодня тоже поговорим. И, соответственно, машины по старому закупу, на которых многие сидели апрель, май, тот же самый июль, они вот так вот все испаряются. Ну, не испаряются, а продаются. И когда кончатся абсолютно все автомобили по старому закупу, начнется новая реальность. Потому что, ребята, закупили машины по новым ценам, по космическим, доллар откатился, и все скажут сейчас, типа, а нахрен они кому нужны? И отсюда встанет вопрос, а кому они будут продавать эти автомобили, новые, с этими космическими ценами? Ведь в минус 500, в реальные минус 500 тысяч, никто продавать не будет. Я вам отвечу, как бы грубо это ни звучало, втютюхивать эти машины будут лохам. И кто-то захочет прийти и взять автомобиль в кредит. И вот с этим кредитом как раз тех самых людей и будут нагибать классика жанра. Все как обычно. Соответственно, на них будут держаться. Это важно понимать. Таким образом, ситуация постепенно-постепенно катится в бездну. И вот эта бездна, ребята, внимание. Вот реально, я сейчас уже прям в это сильно поверил. Я это уже увидел. Это вот октябрь, ноябрь. Вот там будет самая жопа. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вот эти осенние выпуски. Ну а мы потихоньку, по ходу движения двигаемся дальше. Друзья, а прямо сейчас я спешу с вами поделиться полезной информацией, которая коснется абсолютно каждого автомобилиста. Особенно всех тех, кто любит комфорт, чистоту и практичность в своем автомобиле. Пойдемте, покажу вам крутую вещь. Инфа, конечно, будет спорная, противоречивая. Но, тем не менее, посмотрите, вот это штатные коврики, оригинальные. Обратите внимание, что машина чистая. И именно поэтому сейчас они смотрятся гармонично. Но как только пройдет дождь, наступит осень, зима, появится грязь, которой в нашей стране полгода, вот эти ковры просто-напросто не справляются. Постоянное грязище не только на них, но и вокруг них и под ними. Вы зацените, какой комплект ковров мне приехал. Самое главное, что все это дело сделано на заказ из эко-кожи на собственном производстве. Да-да, ребята, это не китайщина. Вот это собственное производство. Все лекала подгонялись непосредственно под мой автомобиль. Те, кто семейный, те, кто передвигаются много, кто пачкается, вы поймете это буквально через неделю-две после эксплуатации. Вся грязь остается здесь. Сделано под ваш автомобиль. И когда ты его двигаешь, он никак не деформируется, не сдвигается этот пол. И это реально круто, потому что предыдущие ковры у меня как раз тем-то и напрягали, что отодвигаешь сиденье, они сзади все поднялись. А здесь сделано под ваш автомобиль. Зацените финальный результат, как это все дело смотрится. Огромное количество выборов дизайна, порядка 30. Цвета, оттенки, выберите все под себя. Казалось бы, оригинальный коврик, зачем что-то придумывают? Ведь его сам производитель положил. Но машина европейская, там, где всегда чистенько, аккуратненько возможно, это было бы и неплохо. Но в данном случае, там, где эксплуатируются наши автомобили, где постоянно зима, грязище, пылище, и все это летит по салону, мне, например, реально жалко свой автомобиль. Именно поэтому в описании остаются все контакты на ребят. Доставка происходит по всей стране. На каждый автомобиль готовы разработать непосредственно свой индивидуальный коврик с учетом особенностей вашего автомобиля. Поэтому переходите, не забывайте, что существует промокод МАШКОВ, по которому вы получите дополнительную 5% скидку. Друзья, записывайте сразу номер телефона и все контакты, потому что сами потом будете спрашивать, откуда такие ковры. Напомню, все подробности в описании. Вот давайте не будем далеко уходить и сразу перейдем к кульминации и к сути текущей ситуации. Откроем с вами один известный сайт по продаже автомобилей, который выводит сразу самые популярные марки, которые продаются в нашей стране. Вот посмотрим. Лада, казалось бы, отечественный производитель, но у которого в автомобилях применяется много иностранных деталей. Вот что пишет один из менеджеров по продажам от официального дилера Лада. Вы посмотрите сами. Постоянно переносят сроки, что вот скоро-скоро будет машина. Из месяца в месяц переносят по причине того, что не знают, как заменить комплектующие. Многие уже рассказывали, я показывал в том числе переписку в предыдущем выпуске, что появилась и появится уже реально подтвержденная информация. Лада Гранта антикризисная, в которой ни хрена не будет. Первые обзоры, на которые вы увидите, естественно, от автоблогеров, которые будут на ней просто-напросто угорать. И говорят, ты глянь, смотри, машина, руль есть, переключение коробки передач есть, больше ничего нету, ну и четыре колеса. Поначалу эта машина сейчас разлетится по всему интернету, все про нее будут говорить как хайп, ну потому что это просто цена вроде бы как до миллиона, но это на самом деле консервная банка, которая улетает в какие-то нулевые года. Но это вот вам показывается реальность того, что будут продавать. Машины, которые более-менее, они вот перешагнули там за 2 миллиона рублей и выше. Машин нету, все ждут, но это отечественный производитель. Идем дальше, вот просто Блиц такой прям быстрый, Ауди, продают в коня, все как раньше было, машин привозить не будут. BMW, та же самая история, Mercedes, та же самая история, Chevrolet, какие-то остатки там тоже будут сейчас продаваться, Citroёn, да кто вообще этот Citroёn покупает? Даже в лучшие годы там какие-то были единичные на них запросы. Да, я знаю, что их кто-то покупал, но в целом, да, вот так в целом, это не масса сегмента, это хрень полная, то есть особой популярности они не пользовались. И вот если идти, то картина получается такая, что практически все либо, ну, приостановили своё производство. По чуть-чуть там корейцы что-то отгружают, по чуть-чуть что-то отгружает Toyota, это вот всё по чуть-чуть, с одной стороны вроде как плюс, да, что хоть что-то дают, но с другой стороны это минус, потому что цены, по которым это пытаются продавать, они просто заоблачные. И вот кто здесь становится сейчас серым кардиналом, который уже просто счастлив всей этой ситуации, просто у них сейчас такие продажи, что мама дорогая. Китайцы, ребята, китайцы. Cherry, Haval, Jelly и другие, они сейчас просто вырастут так, что это пипец. Заводы есть, производство идёт, машины постоянно отгружают, постепенно начинают расширять свои линейки. Тот же самый Haval вот недавно представил новую модель, выпустил на рынок всё, она пошла в продажу. Льготные ставки по кредитованию, реальные, я подчёркиваю, это ни в коем случае не реклама, я вам просто доношу реальную картину. Льготные кредитования делают, рассрочки делают, всё есть, пожалуйста. Техническое обслуживание доступных денег стоит, всё. И вот люди в большинстве своём китайцам-то на сегодняшний день уже и привыкли. Есть народ, который против. Китай однозначно говно, это шушлайки, брать нельзя, да как их можно покупать, практика показывает от обратного. И сейчас многие бренды, как я вам рассказывал, подались на их дилерство. И буквально, я не знаю, всё зависит от них, как быстро они будут давать обратную связь, как быстро они будут давать это дилерство, как быстро салоны будут переобуваться под новый бренд. Но фишка будет реально такая, что будем ехать по городам и везде просто китайские бренды. И машин с этим на основании этого будет становиться всё больше, больше, больше. Я задал интересный вопрос одному из менеджеров по продаже, например, того же самого Haval. Я задал, говорю, слушай, к вам если зайти на официальный сайт, одни кроссоверы, ну по-хорошему, да, ну нужно людям больше давать выбора. Седанчики, какие-то малолитражки, ну и так далее. Ответ простой. Анализировали, говорят, рынок, в России любят паркетники, всё, что повыше. И завод сделан так, да, все линии настроены именно под сборку паркетников. Для того, чтобы начать собирать седан, нужно, ну как минимум, выделять отдельную линию. Либо переоснащать одну из текущих. А это денюжки. Берут паркетнички, и все довольны. Потому что вот тебе с передним приводом взял, он повыше, покомфортнее, попрактичнее, ну и так далее. Вы сами прекрасно знаете вот эти плюсы паркетников. Но я уверен, что сейчас, почему-то я прям уверен в этом, что будет именно так, что всё равно будут появляться новые модели. И малолитражки, и электрокары, само собой, они уже появляются. Но это просто всё прям будет вот так вот разрастаться. И поэтому это хорошая новость для всех тех, кто уже адаптировался к китайцам. Кто прошёл тест-драйв и говорит, слушай, блин, а неплохая машина, мне нравится. Вот вам, ребята, скажем так, вот это как хорошая, да, полезная информация. Что вам эти BMW по 10-15 миллионов недосягаемые, Mercedes и другая премиалка. Вот, пожалуйста, до 3 миллионов можно найти себе машину. Подчёркиваю ещё раз, китайцы говно, а это не реклама, у нас есть отдельный спонсор этого выпуска. Но сам факт того, что с ними общаешься, вот такие списки присылают автомобили. Выбирай, пожалуйста, хочешь за анал, там, поддержки, скидку сделаем, допов подарим. Вот так вот, и цены откатили. А с другими старая закупка кончается, соответственно, по-новому продаёшь, и там ценник просто... Ну, вот, когда начинаешь, два автомобиля, например, два одноклассника, соревнованные, там, японцы, китайцы, ну, понятное дело, по нафаршированности он сильно выигрывает, китайцы. Кстати, я вам из раза в раз говорю, подписывайтесь обязательно на телеграм-каналы. Некоторые психуют, вот я выкладываю подборку с машинами, цены космические. Ребята, поймите, я выкладываю реальные цены ровно так, как это продают здесь и сейчас. Возможно, где-то можно найти подешевле, это всё индивидуально, подчёркиваю, я об этом в открытую говорю. Но там хотя бы вы можете увидеть и понять, что плюс-минус, по чём торгуется. Нашли для себя дешевле вариант живой? Покупайте смело. Поэтому ссылочка активная в описании, там же я выкладываю различные инсайды, прикольные истории из автобизнеса, когда работаю. Ну, разные ситуации бывают, там, пересказываю на камеру. Плюс также по основной тематике канала, когда снимаю что-то про недвижку, подписаться один клик. Отписаться всегда успеете, поэтому всех жду, залетайте. Люди, вы все взрослые, соображать умеете, поэтому основную суть я вам донёс по китайцам и по ладе. А по остальным брендам на этот год, однозначно, машины останутся. То бишь, в этом году ещё что-то где-то купить можно будет. То есть, сам факт того, что машина есть, но ценник у неё будет пипец какой. При этом может повезти некоторым людям здесь всё индивидуально. Нет-нет, да какие-то машины вылетают так, что их действительно продают выгодно. То бишь, что-то найти для себя всегда можно будет. Но это, ребята, подчёркиваю, хотите. И тут надо сидеть и в рамках месяца постоянно мониторить, искать. То есть, это не так. Те, кто зашёл и им сходу сделали реальное предложение, выгодное. Если вы там искали, искали, искали и куда-то залетели, вам повезло. То это вот ключевое слово «повезло». Таких 5% из 100. Поэтому вся жопа будет осенью. Посмотрим, что там будет. А полная будет в следующем году. Потому что нам же что говорят? До 2023 года пока что ничего вам привозить не будем. Надо в 2023 году посмотрим. Ну, я уверен, что в 2023 году могу сказать так, что всё, баста, тормозим, уходим навсегда. Либо же опять скажут, что мы продлеваем там на полгода, на год. Короче, такое вот сленговое выражение есть. Морозиться будут. Я вам доношу информацию по всей нашей стране. Общаясь с ребятами из регионов, я не знаю, как они там будут выживать дальше. Потому что они говорят, у нас осталось, например, 25 машин. Вот 25 машин на весь салон, у нас там 3 менеджера работает. Что будет дальше, непонятно. По-хорошему, раньше за месяц 25 машин выдавали. А сейчас 25 машин до конца года и всё. А вот сейчас важная тема, потому что она связана с обманами. С которой я столкнулся в июне. Подчёркиваю, на сегодняшний день, на момент записи, 22 число. Как минимум уже 5 раз лично столкнулся. И она, казалось бы, идёт по такой классике. Но, тем не менее, изюминка в ней есть. Значит, смотрите, рассказываю. Машины есть, да, цены космические. А продавать-то нужно. Руководство говорит, продавайте. И они придумывают различные скрипты. Что такое скрипт? Другими словами, понятными. Тактика. Вот как будем действовать, как будем вести диалог, как будем выстраивать сделку, как будем машину продавать. Человек заезжает в автосалон. Говорит, я хочу купить, живой вам пример рассказываю. Мазду CX-5, 2 литра, полный привод. И он говорит, да без проблем, давайте. Как будете покупать? Ну, хотелось бы купить её в трейд-ин и в кредит. И вот, внимание, это не по телефону разговор. Человек находится в салоне. Выходит, смотрит его машину. Говорят, за ваш автомобиль мы дадим 1 миллион рублей. Мы вам продадим новый автомобиль. И в круг цена выйдет 3 миллиона 30 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, реальная цена этого автомобиля, по которой его реально будут продавать в Москве, это 3 миллиона 300 тысяч рублей. А здесь на 270 тысяч ниже, чем везде. Дают ему распечатку по кредиту, где всё расписано. Вот тебе платёж, вот тебе ставка 16%. Пожалуйста. Отдельно поле сказка 80 тысяч. И то есть ты смотришь на всё это, думаешь, да шикарные условия. И сразу возникает у меня вопрос. А как он смог это получить, если он не разбирается в кредитах вообще? Это реальный человек. Он ко мне обратился за услугой, чтобы я ему помог. И в диалоге он сам говорит, я вообще не понимаю нифига. Вот мне сделали цифры. Я смотрю, вроде бы всё ок. Кредит на 3 года. Всё меня устраивает. Я перезваниваю менеджеру. Говорю, слушай, да это какая-то сказка. Такого ну не бывает. Сейчас тем более с Маздой. Говорю, в чём подвох? Ну, если вы занимаетесь подбором, то вы должны понимать, что ситуация сейчас такая, что машины не продаются. Поэтому наши. Короче, рассказывают сказку, что вот руководство пошло навстречу, решили слить автомобиль. А дидер, чтобы вы понимали, тот, который хрен, никогда так делать не будет. Всё время выжимает из человека все соки. А тут навстречу пошли. Я говорю, ну давай. То есть дает от себя менеджер гарантию. Вы моделируете, и это всё может произойти с вами, с вашими родителями, бабушками, дедушками. Ну, неважно, с вашими друзьями, родственниками. Он пришёл, всё, у него шикарное предложение. Приезжает человек на сделку. Вот стоит новая машина. Всё, она там с бантиком. Начинается диагностика по автомобилю. Вместо миллиона рублей, 900 тысяч рублей сходу раз. Потолкались, 950 тысяч подняли. Опять же, почему сбили цену? Не почему. Просто начали рассказывать, что вот там колодки, вот тут надо вложиться, тут машина бэушная. Ни хрена дилер в неё вкладываться ничего не будет. Они её напылесосят, намоют, поставят и будут продавать. Но вам, как продавцу, кто сдаёт автомобиль в 3D, будут рассказывать, что им придётся вложиться. Угу. Не верю. Дальше кредит. С уютом и документом. Ну вот, смотрите, вот здесь, здесь, здесь вы распишетесь. Вот такое всё будет. А вот такое всё будет, там уже прилипло плюс 250 тысяч страховок. Это гапа страховка жизни. Кредит должен был быть на 3 года, стал на 6 лет. Кредит должен был быть с первоначальным взносом 1,5 миллиона, стал с минимальным первоначальным взносом. И якобы на основании этого банк вам одобрил только на 6 лет и со страховками. Короче, едут по ушам по полной программе. Сами меняют условия. По-своему подают, как им выгодно. Потому что, когда маленький первоначальный взнос, салон получит дополнительный бонус с этой суммы кредита, которую человек берёт. То есть, они заработают на всём. А вы же везде за это заплатите. И, к удивлению, есть люди, которые, приехав, уже такие, да хрен с ним, подписываются и уезжают. Вот именно на это ставка и сделана. В данной ситуации, когда я человеку разложил, говорю, смотри, у тебя будут вот такой-то платёж. Вот здесь тебя взгрели в общей сумме на 300 тысяч рублей. Платить тебя подписывают 6 лет. Он просто сказал, да я не готов на эти условия. Я даже опускаю тот момент, что изначально ему проехали по ушам и сказали, что его машина... Он купит машину за 2 миллиона 600 тысяч рублей. При этом там воткнули туда ещё какую-то страховку на 400 тысяч. Сам факт того, что он был согласен на 3 миллиона, но хотя он ехал домой с мыслью изначально, что у него машина за 2 600. Потом 3 миллиона, потом 3 300, потом кредит не 3 года, а 6 лет. Короче, имейте в виду. Вот так вот просто будут выматывать по стандартной схеме. Далее, что ещё будет происходить? Многие вот эти серые дилеры, перекупы, другие салоны будут друг у друга брать машины по разным ценам, с желанием вот именно кому-то её втютюхать, потому что есть люди доверчивые. Ты приходишь, тебе могут там расписать, что вроде как ты 5 лет платишь, а в реале будешь платить 7. Я уже видел даже кредиты на 8 лет. Вы вдумайтесь, 8 лет. Поэтому, ребята, ещё ключевой момент с кредитными ставками. Вот как могут обманывать? 8,9 ставка, тебе её так и сделают. 8,9, но это на первый месяц. А потом она у тебя с 8,9 вырастает до 17. То есть изначально ты вроде видишь 8,9, а там что-то бьют по калькулятору, показывают. А на деле дурят. Короче, вот все те, кто будут покупать автомобили, они финансово неграмотные, не разбираются и очень доверчивы. Их прям по полной программе. Огромное количество людей про это пишет. Я знаю, что я вам про это уже рассказывал. Но это, ребята, это вот на них сейчас как раз и будет рынок держаться. Двоим-троим машину продал, заработал 2-3 миллиона с них в совокупности. И уже как-то салону можно жить дальше. Люди верят в чудо. Многие не хотят ни во что вникать. Не хотят смотреть подобные выпуски до конца. Не хотят читать другие какие-то статьи, анализировать. И просто верят в то, что завтра будет выгодно. А пусть сейчас месяц, два, три посидят. Ребята, вот если вы из этой серии, я ни в коем случае вас не призываю бежать покупать автомобиль сейчас. То возьмите себе за основу жить с мыслью, что вы машину вообще покупать не будете. Что она вам нахрен не нужна. Либо, либо, либо акцентируйте свое внимание уже на вторичку. Что вот где-то вы потом купите автомобиль с пробегом. Потому что реально везет некоторое. Ну, действительно везет. Рассказываю ситуацию. Вот с менеджером общаемся. Он говорит. Заехал человек в автосалон просто там посмотреть. То есть, катается по салонам, по официалам. И ищет себе автомобиль. У кого что есть. Вот может быть свежий какой-то заход. Что вот машина только пришла, ее еще не выставили в продажу. И ему говорят. X5 интересен вам в предыдущем кузове? Он говорит. А что там? Значит, мотор 25D. Это вот базовая версия. Комплектация бизнес. Сама по себе, да. Это может быть звучит там. Бизнес. Там базовая версия. У BMW она очень хорошо уже нафарширована. Там много чего хорошего есть. 231 сила мотор. Для многих это ок. Это вот для нас мечтатели. 3 литра дизель. Вот это правильно. Смысл в следующем. Человек приехал сдавать его в Троиден. Сдал его за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Ему там дали поддержку по Троидену 200 тысяч. И того, как бы. 2600 он продал. Но сам факт, что 2400 забирают. Ему говорят. Смотри. Машина 2017 год. Один владелец. Пробег там около 60 тысяч км. Не бито, не крашено. Вот смотри. Она реально в хорошем. Можно сказать. В около идеальном состоянии. Для этих параметров. 2900. 2900 за подобные X5. Это действительно очень хорошая цена. Там еще колеса другие стоят побольше. Ты бишь. Визуально смотришь на тачку вот такая. За 2900 купил. На рынке такую. Найти по такой цене. Это 1%. Это сложно. Это реально сложно. Поэтому вот некоторым везет. И если вы готовы купить себе вторичку. Мой вам совет. Это как минимум. Поехать по официалам. Если вы живете в Москве. Или например. Вы живете в своем городе. Там у вас есть 10 салонов. Проехаться. Озвучить все свои пожелания. Для ребят из трейдина. Замотивировать. Возможно сказать. Братишка. Если что. Я с тобой поделюсь. В долгу не останусь. Короче. Чтобы человеку было интересно. Помнить про вас. И таким образом. Вполне возможно. Что под вас что-то действительно выгодное вылетит. Верите. Надеяться. Что где-то там. На досках объявлений. Висит машина по низу рынка. Вот. Кстати. Недавно у Стаса Асафьева. Выходил ролик. Они же профессионально занимаются. Подбором автомобилей с пробегом. Я вам даже вот от себя рекомендую. Посмотрите ролик. Ребята рассказали. Что значит по низу рынка. Очень полезная информация. Кстати. Вот хороший вопрос. Про заграницу. Многие писали. Спрашивали. Ну что там с вашей движухой. По привозу автомобилей. Из заграницы. После предыдущего выпуска. Когда я рассказал о том. Что мы этим занимаемся. Что ребята. Это давно работают. Целая контора. Команда уже собрана. Офисы есть. Работают все официально по договору. Народа было очень много. Многие из вас оставили заявки. На предмет пощупать. Просчитать. Понять что к чему. Но были и те. Кто реально согласился. Предоплатил. И как правило это были. Porsche. GLS. BMW. То есть действительно дорогие машины. Значит. Даю вводные данные. Если вы хотите привезти автомобиль. Из заграницы. Новый. Либо бэушный. До 5 лет. Минимальная сумма входа. Это примерно 2 миллиона рублей. Вы можете найти автомобиль. Гораздо дешевле. Но такими автомобилями. Команда не занимается. Почему. Как правило. Это автомобиль. Который будет стоить. Не знаю. Полтора миллиона. Плюс. Я примерно называю. Растаможки. Доставки. И так далее. По факту машина будет. Не в самом лучшем состоянии. Хотят привозить машины. В около идеальном состоянии. Чтобы не было стыдно. Что ты привез автомобиль. На тебе пожалуйста. И ты сам доволен. Я считаю. Что это правильное решение. Потому что раньше. Таскали машины. И 2003 года. С пробегом 300 тысяч км. Состояние классное. Но ребят. 2003 год. 300 тысяч км. Визуально вроде бы все неплохо. Правый руль. Это отдельная история. От нее ушли. И решили сконцентрироваться на свежачке. Как это работает. В описании. Мой контакт. Если вам нужна новая машина. Либо в состоянии около идеального. 1-2. Ну ладно. До 5 лет. Пробег. И у вас есть бюджет свыше 2 миллионов на автомобиль. Я вам выделяю менеджера. Вы озвучиваете все ваши пожелания. Вам делают расчет под ключ. Вот конкретно под ваш автомобиль. Потому что машину можно привезти из Эмиратов. Из Америки. Из Европы. Из Кореи. Из Японии. На любой вкус. И если вас уже устраивает. Подписывается договор. Срок привоза в среднем от месяца до 3. Ну 1,5-2 это вот средняя цифра. Опять же. Самое главное. Чтобы со стороны чиновников всех стран. Там границ таможен. Не было каких-то своих там палок в колеса. Вот как сейчас все работает. У людей выстроена целая схема. Безупречно все работает. Чик-чик-чик-чик-чик. Привезли. Какие минусы. Ну естественно для многих. Внимание. Важно. Минусы сказать. Для многих это переживание. Потому что вы подписываетесь. Вы платите. Вы отдаете всю сумму. Никто за свой счет ваш автомобиль выкупать не будет. А те кто это делают. Машина стоит здесь. Сейчас приходить. Там уже заложена моржа. Нехилая. Соответственно. Оплачиваете и ждете. Вот это самое такое тревожное ожидание. Что оплатил. Из Европы там ну полтора месяца говорят в среднем. То есть побыстрее привезти. Поэтому думайте сами. Надо вам. Пожалуйста. Все сделаем. Не надо вам. Не пожалуйста. Не обращайтесь. В описании ничего не ищите. Значит. Для тех кто любит поугарать над дилерами. Особенно над их руководством. Вот вам информация. Выхватили пиздячки по полной программе. Все те кто отдавал команды на предмет выкупа автомобилей на вторички по любым ценам. Вот такие были в марте. Которые покупали. Вот этот ажиотаж шел. Там люди сдавали. Цены росли. Все быстрее быстрее пытались купить. Покупали машину по вот таким ценам. А сейчас им. Их вышестоящее руководство говорит. Слушай. Ты нам говорил. Что мы продадим ее еще дороже. А мы ее не можем продать даже по тем деньгам. По которым мы ее купили. Соответственно мы будем отдавать в минус. И вот им говорят. Ты думай. Решай этот вопрос. И вот пытаются. Если уж продали вторичку. То как-то заработать больше на новой машине. Короче. Там тоже. Надавали. И мы как показывает практика. Хламонов полно везде. То есть люди поддались панике. И они поддались. То есть принимать решение на панике. Это не самое верное. Вы вспомните. Завтра дефолт. Все пипец. Рубля не будет. Многие поверили. Хотя кто про это говорил. Вроде бы именитые эксперты. И так далее. А прошло уже почти 4 месяца. Где? 53 рубля. И к слову. Некоторые. Я делал опрос. Покупали ли вы валюту. По какой цене. Многие говорят. Приходишь в обменнике. Там 75 рублей. 80. Кто-то покупал по 63. По 65. То есть цены разные. Но. Самые умные говорят. Я покупаю на бирже. Через инвестиции. Перевожу на валютный счет. Кто-то ездит. Снимает в Белоруссии. Кто-то также снимает в банкоматах. Короче. Есть те, кто говорят. Я купил за 55. Я и снял. У меня бумага есть на руках. Реально такие есть. Думайте. Думайте. Информация полезная. Во все нужно вникать. Во всем нужно разбираться. Потому что подвохов их на каждом углу. Также делал публикацию в телеграм-канале. Говорю. Ребят. Смотрите. Сбербанк обещает потребительский кредит под ставку 14.9. Человек зашел. Ему в салоне. Блин. Уже заговариваюсь. Человек зашел. Ему в отделение банка. Менеджеры вышли. Да такого нету. Это все неправда. Это все маркетинг. 21.9 вам ставка будет. Человек не предприниматель. Просто вот физическое лицо потребит. 21.9 дает. При этом ребята присылают. И говорят. Смотри. А если подать заявку через приложение. То ставка реально будет 14.9. То есть здесь понимаете. Целый вот. Вот целый сюжет можно делать. Ты зашел в салон. Он же отделение банка. Тебе там пытаются нагрузить. Могу. Вот там продадим тебе кредит дороже. Через приложение ты можешь взять дешевле. Понимаете. Вот эта информация она же полезная. Кто-то захочет из вас кредит взять. Вот имейте ввиду. Что в первую очередь лучше пробовать с приложения. Дальше уже ехать смотреть там сверять. А кто-то не любит пользоваться приложениями. Там люди постарше. Им проще зайти и так взять. Ну вот кто зашел. На том и зарабатывать. Поэтому имейте ввиду. Значит тачки отчастников затихли. Не знаю. Может быть кто-то понапродавал. Может быть уже люди сами начали смотреть на их автомобили. Потому что вот если сейчас уже сравнивать предложение отчастника. И предложение от официала. Которое продают по новым закупкам. Еще и с наценкой. То уже предложение отчастника для объективности по ценам будет выгоднее. И соответственно те кто не чураются покупать. И давать возможность физическому лицу на вас заработать. Они уже на них посматривают. Поэтому имейте ввиду. Как бы те кто плакал. Что продать не могу. Ждите. Ждите. Продадите. В любом случае придет ваш час. И придет ваш клиент. Самое время подводить итоги. Все идет к тому. Что в России подавляющее большинство на рынке. Это будут отечественные автомобили. И китайцы. Которые сейчас нехило захватывают наш рынок. Китайцы сами по себе шустрые. Заводики у них уже есть. И в нашей стране. И в Белоруссии. Соответственно автомобили они по бырику по бырику в нашу страну поставляют. Собирают. Продают. Навстречу людям идут. А все остальные бренды если не уйдут и скажут. Мы будем торговать. Вот здесь уже хороший вопрос. По каким ценам они будут продавать. Какие действия они будут предпринимать. Всю вот эту картину реальную. Мы увидим в следующем году. В этом году баста. Поэтому в этом году авторынок пытается выживать и адаптироваться под новые условия. А самое интересное будет вот в 23 году. Поэтому будем смотреть. Подписывайтесь обязательно на канал. Чтобы не пропускать вот эти сюжеты. Каждый месяц собираю информацию. Актуальную рассказываю. Следующий ролик выйдет в конце июля. В любом случае наверняка что-то интересное новое вылезет. Буду вам показывать, докладывать. Подписывайтесь на телеграм канал. Потому что там выходит только свежая информация. Реально полезная, интересная. Подписался. А отписаться всегда успеешь. Не забывайте о том, что есть шикарный спонсор этого выпуска. Коврики реально топ. Ребята не спорьте. Ничего не хочу слышать. Ковры хорошие. Я лично с ними езжу более чем. Меня устраивает. Не нравится вам? Не покупайте. Короче. Все сказал. Все рассказал. Не добавить. Не убавить. До новых встреч всем. Пока-пока.